Музыка Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимко и в данном видеоролике мы рассмотрим совместимость знаков Козирог и Скорпион. Один из самых интересных союзов, по моему мнению, является также кармическим сочетанием. Что здесь происходит? Вообще, они априори могут тянуться друг к другу, несмотря на разные стихии воды и земли, они притягиваются. То есть, Скорпион чувствует в Козироге свояка, такого вот свойского человека, который подвержен каким-то мистическим проявлениям, загадочности, таинственности, так как Козирог особо не распространяется эмоционально, не раскрыт. И тем самым он дает почву для размышлений Скорпиону. Скорпион всегда ищет загадку, и ему всегда интересно разгадывать загадку. Часто его вот эти интересы, кстати говоря, переходят уже в такую стадию подозрительности. А из стадии подозрительности это может вырасти просто в паранойю. Не секрет, что Скорпион это самый ревнивый знак, самый из всех знаков, самый ревнивый. И он всегда подозрительно относится к своим партнерам. И Козирог здесь не исключение, так как Козирог эмоционально закрыт и непонятно, чем он вообще живет в принципе. Хотя Козирог это единственный, пожалуй, знак, которому укусы Скорпиона достаются меньше всего. То есть, другими словами, Скорпиону меньше всего хочется покусать Козирога. Опять же повторюсь, потому что чувствует Свояка и нету какой-то враждебности со стороны Козирога. Козирог чувствует магическую силу Скорпиона, он чувствует его притягательность и в принципе не готов конфликтовать со Скорпионом, не видит в этом смысла. Даже некоторое снисхождение может иногда включаться в Козироге. Но у Скорпиона есть такой вот, особенно на людях, типичного Скорпиона по Солнцу, вот такую вести тактику, игру. Игру и распознать вот эту психологическую тактику Скорпиону, Скорпиона, Козирог, у него очень хорошо получается это сделать. Козирог это мудрый знак, он психолог. И именно в этом смысле они со Скорпионом на одной волне. То есть, когда Скорпион начинает вести тайную свою игру, интригу, подковерную игру, то Козирог первый, кто это чувствует. И Скорпион понимает, что Козирог его может расколоть, поэтому старается как можно меньше его покусывать и покалывать. Вообще, Козирог такой достаточно застенчивый знак. И вот Скорпиону, наверное, панирует вот это вот качество Козирога, некоторая такая наивность, что ли, застенчивость. И Скорпиону эта черта Козирога очень симпатична. Поэтому Скорпион старается с ним даже не играть в какие-то вот такие вот подковерные игры, чтобы где-то даже не навредить психологически Козирогу. Но вообще, вот для Скорпиона человек интересен тогда, когда в нем есть либо какая-то загадка, либо у него есть какие-то крутые проблемы. Если у человека нет проблем, для Скорпиона этот человек по сути не существует. Потому что каждый человек это загадка для Скорпиона. И именно с точки зрения мистики, наверное, эзотерики, то есть вот какая-то нить такая проходит. И в этом смысле они с Козирогом близки, и Козирог всегда будет являться поистине загадкой для Скорпиона. Всегда, абсолютно, даже с самым-самым-самым фиксирующим, там, в годом, не знаю, допустим, взять Козирог Тигр Декабрьский, да, который достаточно активный Козироги, такие порывистые. В любом случае Скорпиону будет это очень интересно. Он все равно будет его разгадывать, все равно будет его пытаться расколоть. Единственное, Козирогу все-таки нужна личностная свобода, а очень ревнивый Скорпион может ее пресекать. Рыться в чужих записках, проверять карманы и так далее. Это очень похоже на Скорпиона, когда он переходит стадию подозрительности и пронавидального ревностного состояния. Но что еще сказать? Но то, что таинственность, вот то, что для многих других знаков в Козироге считается минусом, а именно закрытость и таинственность, еще раз повторюсь, для Скорпиона это большой плюс. Он всегда будет пытаться разгадать и влиться вот в это черстого Козирога, понять его ход мыслей, уловить вот эту вот мистику в его посылах. Так, ну, это, наверное, все. Вот это основные аспекты, все, что хотелось бы затронуть. Конечно, лучше надо смотреть полную дату рождения всегда на совместимость, но при этом по Солнцу я, пожалуй, основные затронул. Спасибо за внимание, Дмитрий Шумков, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok